Всем привет! Меня зовут Владимир Ситников. Я работаю в компании Netcracker более 10 лет и занимаюсь производительностью во всех ее ипостасях. Мне очень нравится Java, нравится SQL, и я люблю разбираться в деталях и выяснять, а как же оно работает. Именно на эту тему, собственно, доклад. Вот, собственно, вопрос. Почему здесь это? Ич. Вот когда организаторы меня просили доклады подготовить какой-нибудь, что есть, я говорю, есть у меня вот такой доклад. Дичь доклад. Да-да-да, мы хотим. Я буду это, собственно, нести. И давайте переходить ближе к теме. Мы немножко поговорим, зачем это, поговорим как и посмотрим на примеры. самое главное, как это в нашем реальном коде стреляет. И, собственно, вопрос. Зачем нам нужны файналы и зачем оно вообще в принципе? Как это выглядит? Ну вот, допустим, берем код, который читает файл. Хороший код, качественный. Кто считает, что код качественный? Права проверяются хорошо. Кто считает, что плохо? Есть ошибка. Какая ошибка здесь есть? Никто не знает. Все подозревают. Не может доклад такой простой быть. Значит, здесь зависит от версии Java. В Java 1.4 есть реальная проблема. И реальная проблема звучит так, что класс string, обычный Java Long String, который мы получили из другого потока, он на самом деле небезопасный. То есть мы можем получить из другого потока недоинциализированный класс string, который меняется во время того, как мы на него смотрим. И как это выглядит? Очень просто. Первый попавшийся хакер заводит свой специально обычный поток, который передает нам не просто строку, а sub-string от нее. Что в итоге происходит? Ну, в Java 1.4 там были еще поля смещения длина строки, сам массив байт переиспользовался, и в итоге, когда мы получаем вот такую хитроумную строку, то наш метод, который проверяет права, он может увидеть старое значение. То есть он думает, что мы читаем и обращаемся к путю просто string, не просто tmp, вот это tmp по svd. то есть мы думаем, что это файл в темпе находится, и это вполне хорошо. Мы имеем право доступа писать, читать в темп. А когда мы уже переходим к операции обращения к файлу, когда мы реально идем, 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 и там раз, что возникает? Data race возникает. Это называется гонка по-русски, data race по-английски, то есть когда мы можем, ну, непонятно, что прочитать. И это будет не ошибка, но по факту это может быть нарушение безопасности. Аналогично при загрузке классов. Вы там делаете класс full name для одного класса, а реально для другого сработало. Это беда, печаль. На самом деле большая беда. И самое интересное, что вот такое, да, такое прям может быть, оно воспроизводится, и не надо какого-то мифического железа. То есть это прям реальная проблема. Ну, 1.4 Java. Кто слышал Java 1.4? И самое интересное, что никакие волатайлы не спасут. То есть если вы будете от этой ошибки пытаться синхронизироваться, волатализироваться, в общем, что хотите, делайте, но нет решения. То есть для того, чтобы эту проблему решить, потребовалось внести изменения в спецификацию языка. Теперь, значит, такая вот разглагольственная закончилась. Это была постановка вопроса. О чем вообще мы будем говорить? Вот эту проблему мы будем решать. Мы будем смотреть, как именно эта проблема в вашем коде будет возникать или не возникать в зависимости от того, как вы напишите. Соответственно, если мы в Java 5, то все хорошо. Там ввели специальную семантику, которая нам гарантирует, что если мы прочитали строку, то все будет замечательно. Внимание, вопрос. А зачем нам вообще GMM? GMM, чтобы синхронизировать потоки. Это интересный ответ, но правильный ответ звучит так, смотря в каком случае. И GMM очень даже применяется в однопоточных приложениях. Сейчас я вам покажу, как. Вы, наверное, видели все такие вопросы. На зелененьком фоне вопросы про Java. И вот у меня тоже такой есть вопрос. Есть код, три строки. Мы берем, объявляем поле. Сначала из него читаем, потом обновляем на двоечку, и потом смотрим, что получилось. Внимание, вопрос. Что может вернуть метод? Обычный сеттер, ничего там нет. Это обычный метод. Конструктор давно прошел. Там, ну, как бы, код других потоков нет. Один поток. Все там, никаких final, 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 ничего нет. Обычная Java. Она работает, нет? Однопоточно. Все. Смотрите, ребята, вот там может быть там 0, 1, минус 1. Ну, других вообще как бы тяжело придумать вариант. Но, тем не менее, это простая Java, она работает. Тут никаких хитростей нет. Java просто работает. Теперь мы, значит, делаем так. Добавим немножко ножек. Значит, что получилось? Вот мы добавили final. Final наверху добавили. И, внимание, вопрос. Компилятор пропустит. Почему компилятор пропустит? Потому что у нас вот этот сеттер, ну, казалось бы, сеттер, он может быть написан на reflection. Reflection позволяет менять final поля. Это прям спецификация разрешена, все хорошо. Значит, берем, меняем final поля, и они меняются. И самое интересное, что в спецификации написано, как этот метод может работать. И там написано, что метод может возвращать все три варианта. In 1, и минус 1, и 0. Там все возможно. Мы, то есть, можем там в разном порядке, может, мы не прочитаем это обновление. Ну, то есть, короче, все допускается. Разрешено. Теперь вы понимаете, для чего нам нужен GMM, да? Ну, то есть, приходит чувак на собеседование. Вот такие. А что вернет метод тестовых строк? Вот пример для этого GMM и нужно, чтобы отвечать, что вообще возможно, какие значения мы можем прочитать из нашего поля, из нашей переменной, и всего такого. И поэтому давайте посмотрим, какая там теория есть. Теория довольно простая. немножко отношений и немножко разноцветных отношений. Первое, собственно, слово – это программный порядок. Программ ордер. Я, смотрите, не буду углубляться в GMM, как вот обычную GMM, многопоточную, все такое. У меня только файналы. Поэтому если у вас вопрос, что такое, давайте или отдельно, или потом. Значит, программный порядок – это тот порядок, в котором написан, собственно, код, и он задан на межпроцессных действиях. То есть запись чтения какого-то там поля, запись чтения памяти. Ну, вот не локальный переменный, а вот именно общего чего-то, что нескольких потоков. Этот программный порядок, он что делает? Он просто говорит, что компилятор должен его следовать. Должен так компилировать программу, чтобы программный порядок соблюдался. И все такие, компилятор не имеет права перестанавливать строки. Компилятору запрещено менять порядок. Кто думает, что компилятору запрещено менять порядок в строк, который мы написали? Может, вообще как хочет менять? Компилятор может как хочет менять. Может, не как хочет. А как? Значит, очень просто. Компилятор может менять, но пока это не запрещено. Что именно запрещено? Понять тяжело, надо читать спецификацию, все дела. Но следует помнить, что программный порядок, он определен для межпроцессных действий. То есть для local variables. Он вообще, то есть локальные переменные никак не участвуют в этом. То есть то, что вы там в методе локальные переменные, они нет, никак не участвуют в GMM. Поэтому здесь можно просто сразу выкинуть и сказать, что это нам неинтересно. Вот. Значит, следующий интересный артефакт это partial order. Это по-русски будет. Частичный порядок. Частичный порядок. Что это такое? Там на самом деле кто-то может подумать, что это просто слово такое, но это математический термин. Он что означает? Это означает, что у нас есть множество, на нем задана операция, которая удовлетворяет трем обычным принципам. Это рефлексивность, транзитивность и антисимметрия. Ну, такие много стрелочек. Что это значит? Ну, операция, например, больше либо равно. Операция больше либо равно, она сюда подпадает. Вот. Можно почитать, можно посмотреть, но буквально это вот такие стрелочки, которые как-то вот идут. Но не обязательно между всеми элементами. Между какими-то элементами стрелочек не может быть. Частичный порядок. HappensBefore, который здесь вот HB написано, это один из частичных порядков, которые есть в спецификации. Значит, что еще интересного есть? Интересно то, что когда мы вот этот HappensBefore задали, что вот он частичный порядок, все дела, он должен соблюдаться. Там, то есть компилятор должен вот этот порядок соблюдать. Как? GMM очень просто говорит. Мы берем все возможные, все возможные выполнения нашей программы, а потом выкидываем запрещенные. Это такой неконструктивный способ, но очень действенный. Вот мы просто начинаем запрещать. Например, вот мы говорим, что вот все, которые по HB не подходят, они эти выполнения нам не устраивают. Или, например, мы говорим, что мы можем прочитать только ту запись, которая была последняя в HB порядке. То есть если у нас были отношения, там одно следует за другим и так далее, нельзя читать будущее, нельзя читать те, которые у нас в начале были. Вот мы записали что-то значение, потом второе записали, и если мы читаем, то мы обязаны прочитать последнее. Другие запрещено читать. Ну, это там запрещено. Есть еще много чего-то тоже запрещено, а там просто написано, что вот causality requirements, которые вообще никто не понимает. И возникает вопрос. Можно попроще как-нибудь? Да, что вообще-то разрешено? И здесь есть простой ответ. Значит, в случае happens before разрешено читать либо последнюю запись в этом самом HB порядке, либо что угодно через data-race. Это вот такой интуитивный способ. То есть если нету упорядочивания, то мы говорим, ну любой из них может прочитаться. И это решается для каждой записи отдельно. То есть для каждого чтения отдельно. Для каждого чтения отдельно мы смотрим, что можем прочитать. Значит, как бы давайте ближе, собственно, к нашему там production кода, там код, который мы пишем, зачем, зачем это все. Да, вот как это решает нашу проблему в latile, final и прочего. И 42. Значит, есть простой ответ. Выглядит вот так. Это, собственно, все, весь доклад, на это можно расходиться. Вот если вы такую цепочку увидели, то все хорошо. Но на самом деле там внимательно надо смотреть. И семантика final поля, она определяна именно так. Если у вас есть вот такая вот цепочка вообще всегда, то тогда есть вот это вот следует super happens before со звездочкой соотношения, которое вам дополнительно позволяет узнать, что можно прочитать или что запрещено читать. Если есть вот такая цепочка, то все. Вы можете сказать, что final поле хорошее. Если таких цепочек несколько, или они разные, или она не всегда есть, то, возможно, у вас final поле плохое, и оно вас не защищает ничем. Мы, собственно, решаем вопрос, защищает нас final поле или не защищает. Давайте смотреть, что это вообще такое. Значит, во-первых, что это за прочая цепочка? У нас есть те действия, которые мы хотели проверить. То есть вот это вот w, это мы запись сделали где-то, и мы потом ее читаем, вот это поле. Если мы увидели это, ну, вернее, мы хотим узнать, увидим мы или нет. Это то, что мы проверяем. Те действия, которые у нас внутри творятся, это freeze action, это, собственно, f и чтение этого самого замороженного чего-то поля. Есть еще некое действие a, никто не знает, что это такое, но мы сейчас увидим, как это можно понимать. И все. Если у нас есть сегодня такая цепочка, все хорошо. Если таких цепочек несколько, то, как повезет, надо там отдельно смотреть, курить, все дела. У нас примеры простые. Там цепочка будет или там две, мы это все увидим. И вот это вот хб со звездочкой, наверное, это мой термин. В спецификации написано, что это просто happens before, но оно не транзитивно с другим happens before. Поэтому здесь там на открытую почитателю, ну, вот как бы никто, а все основатели не смогли рассказать, чем это хб отличается от другого. Ну, тем не менее. Значит, как выглядит freeze action? Выглядит вот так. То есть в спецификации сказано, что у нас есть, собственно, действие, есть поле, которое наморозит, и это выполняется в конце конструктора или после каждой модификации final поля. Поле из конструктора вышли, freeze action наступил. Ну, все. Самое простое объяснение. Дальше чуть посложнее. У нас есть reference chain. Была такая стрелочка dr зелененькая. К чему она говорит? Она говорит такая, что если мы читаем поле объекта, поле объекта или значение массива, ну, вот внутренность объекта читаем, и мы не создавали этот самый исходный объект, то есть мы читаем что-то, что мы не создавали сами, то у нас обязана быть стрелочка dr. Вот это вот reference chain, она обязана быть. Все. Значит, мы должны были читать адрес объекта. Представьте, написано в джаве, читаем адрес объекта. Не плюсы, но тем не менее. И, значит, мы читаем этот адрес объекта, который, по сути, образует у нас reference chain цепочку. Все. Читаем адрес несознанного объекта, получаем dr. Есть вопросы, нет? У меня есть вопросы на закрепление материала. Вот мы это самое берем и читаем. Например, вот так. Да? Есть dr? Есть или нет? Есть или нет? Люди. Есть. Есть. Почему есть? Потому что объект создавали вот слева в другом потоке. В этом мы читаем, и вот здесь вот мы это поле берем. То есть у нас между r1, вот чтением справа и чтением поля, есть это dr, который мы хотим. Оно замечательно, как бы, прекрасно. А вот здесь вот у нас есть между вот этим, допустим, записью и вот этим чтением dr. Ну, можно, как, вот по-любому, любой ответ будет правильным, потому что dr возникает, например, только между двумя чтениями. Между записью и чтением он не возникает. Возникает только в одном потоке, только между чтениями. Вот, поэтому это самый простой случай. Есть случай посложнее, называется memory chain. И все думают, что все, на memory chain короче все построено. Но нет, у него тоже есть ограничения. Значит, как этот самый memory chain выглядит? Memory chain, у него несколько просто описаний. Например, мы пишем адрес, как тут, значит, мы, так, а, это еще один примерный reference. Давайте дальше просто пойдем, чтобы не это самое, не разглагольствовать. Мы, если просто видим какую-то запись, то есть мы вот здесь в этом потоке прочитали запись, которую сделал первый поток, то все автоматом есть memory chain. Это просто определение. Мы увидели запись. Второе определение. Мы пишем адрес несозданного нами объекта. Вот мы вот этот адрес прочитали, его тут пишем в другую глобальную переменную, ну или поле, как хотите, то вот такую конструкцию тоже называют memory chain. И третий случай, ну, такой же опять, если мы в третьем потоке увидели запись, то тоже будет memory chain. Это все частичный порядок. Это значит, что мы можем три memory chain. А, ну, давайте, да, давайте третий случай, когда memory chain возникает, это когда dereference. Так написано. Если есть dereference, то это значит memory chain. Если мы читаем поле объекта, которого мы, значит, не создавали в этом потоке, у нас есть dereference, значит, есть memory chain, значит, у нас есть memory chain от начала и до конца. Это значит, что у нас есть просто общий memory chain между первой записью и последним чтением. Но смотрите, вот это все красиво выглядит. Вот буквально вообще место потоков протянули. Это не ответ, к сожалению. И это ловушка, что вот многие думают, мы сейчас нарисовали, все, короче, это ответ, все, memory chain нас спас. Нет, если вы вспомните, то в картинке исходной было гораздо больше, чем этих самых memory chain. Значит, выдохнули, вдохнули и поехали смотреть на примерах. Значит, давайте смотреть на примерах. Какой дисклеймер я тут скажу. Во-первых, все примеры, они плохо синхронизированы. Да, то есть, ну, специально, иначе вообще смысла нет собираться. Мы специально корявую синхронизацию смотрим. Во-вторых, в случае налов мы не смотрим. Если навернулся нал, то, ну, очевидно, NPE и все. То есть, нам не интересно. Нам интересно, когда пришел какой-то объект через несинхронизированную передачу, и вот он там непонятно, хороший или нет. И мы пытаемся понять, хороший или нет. И следующий момент. Вот реально много народу пострадало, да, когда эти слады делали. Поэтому не думайте, что если вы там с первого раза не вкуриваете, то типа все. Вот. Но я надеюсь, что будет все хорошо, все понятно, все разойдемся. Значит, давайте попробуем на кошках. Вот такой эталонный пример. Прям такой. Вот как работает файл поле. О, да, сейчас, сейчас, короче. Вот. И на самом деле никто тоже с первого раза не скажет, пока спеку не откроет. Давайте попробуем открыть. Значит, у нас есть первый тред, который создает объект. В конструкторе пишет некое инт поле, говорит, что это 42. Мы публикуем ссылку на наш объект, второй поток читает, проверяет, что это не NPE, ну, да, не NPE, и смотрим, чему равно поле, 42 или нет. Понятна задача? Поехали. Значит, поехали. Как это делать? Ну, есть подсказка, есть шпаргалка, она наверху справа, серым по серому. Поэтому, значит, там эта цепочка написана, что у нас сначала должно быть запись, потом freeze action, потом действие A, потом там тралливали. Мы, короче, будем по очереди искать. Я, значит, возьму и найду. У нас есть запись, которую мы хотим испытать. Мы хотим узнать, вот эта запись 42, она у нас видна или нет? У нас есть первое действие запись, потом есть freeze action, который возникает в конце конструктора. возникло. Потом есть некое действие A. В спецификации не сказано, что это такое, но вот сколько я примеров приделывал, у меня получается, что A это публикация. То есть вот это действие, оно всегда выпадает на публикацию ссылки. Ну, как бы спецификацию умолчивает. Нашли три действия, они, очевидно, у нас находится в happens before порядке. Очевидно или нет? Давайте. Очевидно. Для кого очевидно? Ну, я бы не поверил, конечно. Но здесь умолчаю. Это самое. Давайте не будем детали вдаваться. То есть оно по определению happens before. Просто по определению happens before. Например, потому что это у нас запись поля, а это у нас публикация ссылки. У нас есть программ ордер, написано по коду сверху вниз. Программ ордер, это значит happens before order по определению хб. Все. Но это в другом определении, которое с gmm и все такое. Значит, вот у нас есть вот это. Первые три штучки мы нашли, и вот они у нас заполнились на нашей картинке. Не хватает еще двух. Давайте их искать. Значит, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что справа мы увидели чтение, публикацию. Мы увидели, потому что это не null. Увидели, значит, memory chain по определению. Значит, что мы дальше говорим? Но нам, вот этого мало, нам надо как-то вниз протянуть. Как мы это протягиваем вниз? Да, через reference chain. Ну вот нам хочется, на самом деле, справа там, но не совсем еще. Мы берем и протягиваем через reference chain. Почему? Потому что здесь мы читаем поле, не созданного в этом потоке объекта. Значит, должно было существовать чтение адреса. Вот оно. И все, короче. Вот. Создали цепочку write, freeze, a, memory chain, reference chain. Все? Готово? Давайте, кто считает, что цепочку собрали? Люди? Собрали. Не собрали? Вот чего-то не хватает. Чего-то? Чего не хватает? Порядок? Ну, откуда-то другой порядок. Ну, блин, вот два потока. Других потоков нет. Все. Так, по очереди, дайте. Еще одно чтение. Какое еще одно чтение? Проверка на нал отдельно, мы обречали, не важно, потому что как бы нет, не важно. Оно либо нал вернет, либо не нал. Ну, как бы нет. Здесь, ладно, я не буду это самое, я не очень внимание сакцентировал, но есть. Тонкий момент, очень тонкий. Почему? Потому что вот этой картинке, где вот R1, вот здесь написано, вот тут вот R1, оно не подкрашено, потому что реально мы не нашли еще R1. R1 – это должно быть чтение замороженного поля. Не абы какое, а R1 – это именно чтение замороженного поля. А мы пока memory chain до него не построили. Нам memory chain должен идти до чтения замороженного поля. Вот, поэтому мы мало постарались, но все не так плохо. Значит, у нас есть DR, значит, есть memory chain до этого же самого чтения поля. Какое я говорю поле? Это мы читаем вот это вот fx, поле fx. Мы до него дошли. Memory chain. Оп, все хорошо. Да, вот у нас есть один общий memory chain. И потом нам надо найти еще где-то reference chain до этого же самого поля, потому что мы его хотим узнать. И очень просто. Reference chain у одного и того же чтения на себя тоже есть. Это называется рефлексивность свойства чтительного порядка. Ну, короче, можно reference chain одно и то же чтение между собой замыкать, и все хорошо. Вот теперь пазл сложился. Первый тест на окошках пройден. О, ура. Так, кто хоть что-нибудь понял? Те-то такие, о, нет, нет, мы-то не глупые, да, мы хоть что-нибудь да поняли. Значит, давайте на других примерах посмотрим, может, там еще хоть что-нибудь поймем. Вот эту вот цепочку мы построили, да, заморозка, чтение замороженного поля, и все хорошо, получилось. Давайте теперь попробуем более сложный пример. Там не просто int, а массив положить. Значит, берем, так, что-то у меня не перещелкнулось. А, ну все, вот, в общем, мы вот это все построили, возникла вот эта стрелочка волшебная, и таким образом у нас стало разрешено только читать 42. Вопрос со звездочкой, почему только 42, почему 0 нельзя? Но как бы это потом. Давайте дальше. И смотрим более сложный пример. У нас конструктор, в конструкторе создается массив, мы записали в массив что-то, и потом публикуем наш объект, там читаем и смотрим из массива. Вопрос. Вот мы хорошо говорили, только что мы почти то же самое делали, но доказали, что мы сможем прочитать массив, что массив будет не на ум. Вот это мы доказали. А доказали ли мы, что мы сможем прочитать 42, которое записано вот здесь? Ну, давайте докажем, что это на самом деле все работает. Как это работает? Очень просто. Мы берем и говорим, что, ну, точно так же, мы вот для вот этой записи нашли freeze action, мы нашли публикацию, мы передали memory chain в другой поток. Ну, почему мы передали? Например, потому что мы уже только что вот ровно то же самое делали. То есть вот само поле, само поле f, вот это вот fx, только что мы доказали, что final поля работают нормально. То есть само final поле читается правильным значением. Мы доказали, и, собственно, дальше что осталось? Осталось всего-навсего the reference chain. Вот мы прочитали адрес этого самого массива, и мы читаем его содержимое. Прочитали содержимое массива, вот у нас dr. Все, пазл сложился. То есть есть та самая конструкция, которая нам нужна для final поля. Вот и все, вот наш массив. Так, ну, понятно, да? То есть тут как бы бесхитростно. И давайте немножко такой патролим. Вот мы, значит, все это дело сделали. Все хорошо. Опять тоже 42. А мы возьмем и поменяем порядок местами. То есть смотрите, мы что сделали? Мы создали массив, записали этот неинициализированный массив, записали в final поле. А потом уже начинаем писать значения. Внимание, вопрос. Кто считает, что Java сработает и все хорошо будет? Все будет хорошо, короче. 42 прочитается. Только 42. Кто говорит, что возможно 0? Еще что-то возможно, вот что угодно. Люди во все верят. Ну, давайте попробуем. Значит, здесь ответ очень простой. Ответ такой же. Вот мы берем и рисуем все эти же самые стрелочки. Почему стрелки вообще никак не меняются? Смотрите, мы нашли запись, которую мы хотим проверить. Мы нашли freeze action, который случается в конце конструктора. Он никак не привязан ни к чему. Просто он случается в конце конструктора и замораживает вот это F-поле. То есть грубо можно считать, что final pole замораживается в своем состоянии на конец конструктора. Если у вас там суперклассы, читайте сами спеку, да? Короче, там куча freeze action. Но в простом случае у нас вот оно все замораживается. Тут есть публикация, мы читаем. Ну, все, короче, один к одному. И полная картина точно так же работает. Отсюда вывод. Какой вывод? Что результат не зависит от того, в каком порядке мы пишем внутрь этих final pole. То есть хотите там релиз создавать, хешмап, все будет работать. Если вы в этом самом конструкторе, в final pole этот свой релиз записали и потом как-нибудь опубликовали. Неважно как. Ну, вот тут вообще не влотайло, без разницы как. Да, все будет хорошо. Вот. Давайте дальше смотреть и попробуем с другой стороны зайти к вопросу. Да, вот как еще подковырнуть. Вот у нас такой конструктор. И товарищ публикует вот так вот. Ну, все знаете, удобно там из конструктора вызывать методы какие-нибудь, которые в иску нами запишут и так далее. Что будет? Сработает или нет? Кто за то, что мы вот здесь вот сможем видеть ноль? Ну, хоть здесь, ну, вот здесь ноль. Ну, да, давайте проверим. Как это выглядит? Вот у нас есть freeze action, оно как бы в одном месте только. Вот только в одном месте. По-другому никак. Есть запись, которую мы хотим проверить, и нам нужно найти где-то волшебное действие A. Вот его нет, но мы хоть какое-нибудь попробуем. Можно, конечно, попробовать в качестве A взять freeze action, можно в качестве A взять вот эту публикацию, но что ни бери, ничего хорошего не получается. Почему? Потому что у нас между F и A должно быть отношение happens before. Вот должно быть такое отношение. Почему его нет? Потому что если мы в качестве A возьмем вот эту публикацию, то у нас нарушается программный порядок. на программ ордер нарушается. Вернее, ну да, нарушается, потому что у нас A находится выше. Значит, что мы еще можем взять? Ну, если у нас A это сам freeze action, то у нас тоже ничего хорошего не получается. Потому что у нас… Почему? Кто, кстати? Кто понимает о чем я говорю? Люди. Почему нельзя в качестве A взять freeze action? Можно, можно в качестве A взять freeze action. Но есть одно но, но большое. Вот после A должно идти memory chain. И вот хоть и тресни, но memory chain из freeze action построить невозможно. В спецификации нет способов построить memory chain из freeze action. Поэтому как бы брать-то можно, но смысл небольшой. Поэтому что получается, что он как бы не так, не сяк. Да, вот это волшебное хб со звездочкой никак. И мы говорим, что у нас возможный… Ну, все. Самый обычный режим, который GMM гарантирует. Это что угодно. 0, 42, что хотите. Поэтому здесь 0 возможно. Давайте попробуем еще немножко этот пример покрутить. Мы берем и говорим. Ну, у нас кто-то нехороший есть, но мы по-нормальному публикуем. Ну, мы даже, может, не знали, что-то случайно. Ну, вот мы по-нормальному опубликовали наш объект, прочитали, смотрите, вот по-нормальному, из правильной ссылки, и все как положено. А потом мы из нее читаем это самое поле. Правильное поле читаем. Сработает. Кто за то, что сработает? Так, давайте проверять, сработает или нет. Ну, строим эту картинку опять. У нас вот с прошлой публикации ничего не получается. Мы это видели, что она там никак не клеится. Поэтому реально работает только вот эта публикация. Теперь смотрим, что у нас на правой части. У нас на правой части есть memory chain. Ну, очевидно, мы прочитали, не NPE. То есть вот этот memory chain тоже построился почти хорошо. И остался только dereference найти. Dereference chain найти. А где его можно найти? Вот у нас есть чтение поля объекта. Значит, должно существовать чтение адреса. Должно существовать. Не сказано, какое. Где-то должно. И вот смотрите, у нас их два потенциально. Вот здесь может быть, а здесь может быть и наверху. Что это значит? Это значит, что GVM вполне может выбрать, допустим, верхний вариант. Сказать, что dereference у нас будет между вот этими двумя. И все. Мы приплыли. Да, понимаете? То есть что произошло? Мы два раза опубликовали. Прочитался вообще непонятно что. И поле берется. Не у того переменной, не у того поля, которое мы брали. А вообще черт знает откуда. Если поток, вот какое правило отсюда, да? Если поток уже хоть раз какой-то левой пяткой видел паленый объект, все. Считайте, что никаких гарантий у вас нет на тему final полей. Если мы уберем первое присваивание, все сразу заработает. Если поменяем местами, ничего не поменяется. Тоже будет все поломано. То есть общее правило такое. Отмыться невозможно. То есть если вы хоть раз сделали этот паленый чтение, можете считать, что объект целиком прочитался. Вот вообще со всеми потрохами, даже палеными. Все. И final поля вас уже перестают спасать. Спасайтесь как хотите, волатайлами, синхронездами. Ну, в общем, как надо. Давайте продолжим. Еще примерчик какой-нибудь. Или нет. Давайте пример на reflection. Вот хороший пример. У нас есть эта самая конструкция. Мы берем, создаем сложный объект. Туда пишем единичку. А потом передумали, блин, не единичку надо, а там что-то другое. 42 ведь. 42 во всех примерах было. Оно работало. Мы такие раз, создали еще один объект и reflection установили. Хорошо работает? Кто его знает? Ну, как бы, да, правильный ответ. Кто его знает? Вот это вот у нас final поле. Мы можем reflection поменять. И, естественно, тогда вроде как вот здесь final поле, здесь тоже было final поле, все хорошо. Значит, давайте смотреть, что у нас происходит. У нас происходит следующее. Во-первых, мы хотим узнать, вот эта вот запись у нас видна или нет. Мы именно про вот эту запись говорим. Потому что там, ну, все остальное, так понятно, что может быть. Вот это вопрос. Мы пытаемся найти freeze action. Самый простой. Где найти freeze action? У нас их два. Вот здесь и здесь. И проблема в том, что вот второй freeze action не сильно подходит. Почему не сильно подходит? Что говорите? Да, публикации-то нету. То есть мы это уже проходили. Кто-то опубликовал, а потом пытается там это подменить. Мы это уже проходили, так не работает. Вот. И, ну, можно дальше строить, почему там первый freeze action не подходит. Потому что у нас вот эта запись, она не была до вот этого freeze action. То есть там должно быть хб. Ее нету. И все. Этот freeze action тоже не подходит. Ничего не подходит. Поэтому у нас как бы все. Final semantic нас не спасает. И что, возможно? Какие ответы? Ноль возможен? Ноль возможен или нет? Вот. Ноль возможен. Ноль возможен по очень простой причине. Потому что вот эта вот запись есть, а она ничем не снабжается. То есть вот эта вот запись, она никакой гарантии не снабжается. И здесь мы можем паленый, недосозданный объект, у которого еще вот эта 42 не проставилась, увидеть, прочитать ноль, а потом только в другом потоке 42 будет. То есть, понимаете, тут не только то, что мы там типа, ну ладно, не 42, хотя бы единичку только. Здесь все хуже. Мы ноль можем увидеть в таком примере. Отсюда какое правило? Не надо, значит, паленые примеры делать. То есть не надо публиковать недосозданные объекты. Вот создал, публикуй. Не создал, не публикуй. И как это чинить? Чинить все очень просто. Надо просто не публиковать. Вот это вот переносим публикацию в самый конец, и у нас наступает счастье. Почему? Ну, потому что… Ну, вы все видели вот этот рисунок уже, да? Вот эти стрелочки все. Вот. Я примерно так вот показываю. Давайте еще пример посмотрим. И, наверное, это будет последний пример. Не, наверное, а точно будет последний пример. И после этого, значит, какие-то выводы. Что мы в примере делаем? Пример на многопоточность. Больше, чем 2, 3 хотя бы. Вот у нас есть объект, который мы перекладываем между потоками. Значит, тут, ну, не вчитывайтесь, есть пара опечаток. Слайд не очень хороший. Не самый последний. Здесь есть опечатка. Там где-то еще здесь. B-боглубь большое. Но не суть. Мы создаем объект, записываем 42. А потом этот объект начинаем кидать между потоками. Один запубликовал, второй прочитал, еще раз завернул, еще раз запубликовал. Третий читает и смотрит. А вот мы исходные данные увидим или нет. Похоже на правду. Ну, то есть делаем все правильно. Никаких там выисов, никаких рефлекшенов. Все хорошо. Должно работать. Но есть один нюанс. Оно работает не совсем так, как вот все предыдущие примеры. Оно работает. То есть сделано все правильно, все хорошо. Но здесь немножко другие действия выполняются. Давайте посмотрим, какие базовые штуки у нас есть. Мы, во-первых, видим, что вот это значение мы прочитали. То есть не null во втором потоке мы увидели. Иначе не интересно. Здесь мы увидели тоже не null. Почему здесь увидели не null? Потому что это обычная семантика final поля. У нас вот этот объект. Мы записали здесь o в final поле. Здесь final поле прочитали. Для него работает final семантика. Мы видим, вот это чтение видит запись. Значит, есть memory chain. Тут есть memory chain. Как бы все хорошо. Но до конца не совсем замкнулось. Давайте дальше замыкать. Вот мы здесь пишем адрес, созданный не в нашем потоке объекта. Давайте кручу, верчу, обмануть хочу. Значит, вернулись. Вперед. Вернулись. То есть мы вот здесь вот как бы перепубликуем адрес. Это прям специальный пункт в семантике memory chain. Если вы перепубликуете адрес, то у вас тоже memory chain. Хорошо, есть такой пункт. Значит, что в итоге? Значит, в итоге у нас в конце мы читаем поле созданного не в нашем потоке объекта. Поэтому есть the reference chain. И мы нашли почти все, что нам нужно. Почему? Потому что вот этот memory chain он транзитивен. До самого конца мы это делаем. И как обычно находим запись исходного значения, freeze action. В общем, все нашли. То есть это обычная семантика final полей дальше работает. В чем здесь хитрость была? Хитрость была вот как раз в перепубликации адреса. Если мы перепубликуем чужой адрес, то это тоже нам позволяет действовать в правом как семантике. И еще один интересный пункт, что вот это все надо проделывать каждый раз. То есть нельзя сказать, вот мы одну хб созвездочкой построили, и сейчас мы их два вместе склеим и так далее. Так не работает. То есть всегда надо от начальной записи до конечного чтения строить вот эту полностью цепочку. Если она всегда есть одна, то все хорошо. Давайте, значит, закругляться. Что у нас, какой вывод из этого можно сделать? Ну, будет очень просто. Во-первых, что можно почитать? Если вам там интересно, хотите там что-то такое развиться, очень полезные ссылки. Открываем. Много чего можно увидеть. Да, Алексей Шапилев пишет на эту тему. Значит, тема GMM, final. Там берем, читаем. Тут должен быть такой вопрос. Это все хорошо, но к нашему коду как относится? Каким образом? И здесь очень простой есть вывод. Вывод такой, что если вы получили объект через гонку, то есть вы получили паленый объект, который из конструктора кто-то опубликовал, все, спасения вам нет. То есть ни один синхронист полотайл вам не поможет. Это вот такой простой вывод. Второй вывод, что в Java 9, скорее всего, вот этот трэш весь, он тоже будет не нужен. То есть вот мы сейчас говорили, что это final поля, final поля. Вот в Java давно уже комитет задумался, говорит, что-то слишком сложно. Слишком сложно. Разработчики не понимают. И они сказали, давайте все поля, короче, все поля будут нормально работать. Как будет именно работать, пока неизвестно. То есть я не видел, может быть, не смотрел, этот черновик, он есть, не знаю. Но очень такие слухи ходят, что все починят, короче, в Java 9 все поля будут нормальные. Есть следующий вывод, что влатайлы, они к final не относятся никак. То есть кто-то может подумать, ну вот мне все-таки менять надо поле, ее final нельзя сделать, но чтобы оно было хорошо видно в другом потоке, давайте влатайл хотя бы поставим на нем. И ответ простой. Влатайлы не спасают. То есть вот эта вся магическая семантика, что значение будет видно в другом потоке, оно действует только для final полей.